Когда человек освидетельствует о чём-либо, и свидетельство их истинно, очевидно, что и достоверность их одинакова. Так вот здесь он доказывает, что свидетельство его самого ничем не ниже свидетельства отца. Ибо слушай, в какой власти говорит он далее, я сам свидетельствую о себе, и отец свидетельствует обо мне. Видишь ли равенство власти, и как он выставляет себя столько же достоверным, сколько и отец? Вопросительный знак. Этого он не осмелился бы сказать, если бы достоинство было ниже отца, и не был бы ему равен и единосущим. Ибо если бы он хотел показать, что в чём-нибудь уступает отцу, и меньше его, кто не поспешит, и не забыл бы себя, как не будет действовать своего, и сопоставил бы, как бы в детстве ванка. Да, ну, кто-то делает. Это какой-то нам ливан на аргонике приёшь. Станно, да. Я думаю, ну, вещь вот такую. Да и василий, если бы он пожелал, то что то есть? Это 27 сантиметров примерно. это магазинная? да, это магазинная а что, скума, это селёвка? селёвка а почему она? это я для себя беру в основном для себя в основном беру для кошек, для себя зацепила вот заметь куда залезло и лежало все соскочило все соскочило все соскочило ибо что иное пославляли они как не Бога посему теперь он принудит свидетелям и его самого священок и не Бога а как он и самого себя сопоставляет с таким непогрешимым и неложным свидетелем то весьма очевидно что он имеет одинаковую сакту важность и власть и те которые называют его рабом и по всему меньшим отца должны пострадиться с 19 по 25 тогда сказали ему где твой отец? если подключал вы не знаете ни меня, ни отца моего если бы вы знали меня то знали бы и отца моего и слова говорили суту сокровищницы когда учил в храме никто не взял его потому что еще не пришел сразу его толкование так как спрашивали его об отце в виде искушения а не с целью познать Иисуса то он их не удостаивает ответа но говорит вы не знаете ни меня, ни отца моего то есть не можете знать отца моего без меня хотя вы и думаете что почитаете Бога но как не веруете что он отец не истинному сыну его почувствовали вы не знаете его как должно знать вы шли нечестивец подчиняющий сына отцу если бы он не был не насущен с отцом то как бы сказал что если бы вы знали меня то знали бы и отца ибо если по вашему мнению сын есть тварь то как знающий тварь знает и Бог кто знает существо ангела то еще не знает уже существа Божие если же знающий сына знает и отца то сын поднял до одного и того же существа с отцом и при этом они не понимали что делом истины что делом силы истины божеской было то что он окруженный врагами среди их оставался невредимым и непрепосредимым тогда как они искали его и подстерегали кого искали когда его не было и против кого даже в отсутствие его не истовали того когда он среди детей не могут взять они давно желали умерлить его но были удерживаемые невидимыми узами сейчас похожу с чем я занимаюсь более оставаться живым во плоти дабы доставить людям более пользу и преподание большего учения 21 по 24 стихи опять сказал им Иисус я отхожу и будете искать меня и умрете во грехе вашем Толкование хотя они желали избавиться от него просили его удалиться от них и даже хотели убить его однако же настоящие обстоятельства представляют тебе так важным что пришли от него к недоумению и отхожу неужели он убьет сам себя отвергая такое их предположение и показывая что самоубийство и дело преступное Господь говорит вы от нижних и не можете помыслить ничего божественного потому вам естественно так думать но я не от всего мира то есть не заботюсь ни о чем мирском и думном и потому никогда не могу дойти до такого безумия чтобы убить самого тебя ибо это дело бисовское а не божеское здесь Аполлинарию хватит и за свои изречения с демонифеями говорит видишь ведь тело Господа было не от всего мира но слышать небо как и Павел говорит что второй человек Господь с неба 1 Коринфян 15-47 вы